Юрий Копченый приветствует вас. Вот они вам, Крымские Мальдивы. Три, два, один. Оксана, они ходят по морю с таким недовольным лицом, особенно по такому. Походу, это самое лучшее море в Крыму, которое мы застали. Крайние просто пляжики, на которых можно было бы купаться. Но, к сожалению, время такое, что приходится их оборонять и защищать. Как нам повезло наблюдать этот момент, когда в штормовом открывают центральный пляж. Самый опасный хищник, который сейчас есть здесь на пляже, это вот этот крабище. Он такой зеленый. Видите, как удобно, можно маечку повесить, прям отдыхай не хочу называется. Блин, трейдер, это, конечно, пушка. Смотрите, а тут к морю можно подъехать? Не, уже нельзя. Чем показать, как она выглядит? Красота. Оксана в шоке от Толи. Он шикарный, наверное. Доброе, бодрое, прекрасное утро, дорогие мои друзья. Приветствую вас с Евпаторийского залива. Город Евпатория. Тучки, облака. Рассвет на море. Прекрасен, друзья. У меня есть печенки, уже умылся, зубки почистил. И все. A beautiful life. Готов уже купаться, но чуть-чуть попозже. Мы бы даже уже стартанули, ребятка. Но у нас сегодня очень сильная роса. И вот, сейчас покажу. Можете увидеть, как капельки ее стекают по палатке. Но палатка уже очень быстро подсыхает. А было вообще мокро-мокро. Доброе утро. Доброе утро. Как начинается утро? Небольшая мьюзик. От комаров, кстати, защищались. Здесь их было сегодня очень много. Эти кофеечек уже разогрелся. Красота. Сохнет стульчик. Давайте домой схожем. Видел, что я взял вкусное? Ммм. А вчера у нас били дождь и раки. На ужин снимать уже нечего было. Было темно, к сожалению. Пока все остановили. Сейчас развешиваем все наши вещи. Пытаемся их подсушить. И пойдемте прогулять. Костерчик хотели сделать, но сил не хватило. У нас мангал есть, чтобы пляж не портить. Хотелось с утра уже. Прямо с рассветом я проснулся. Сидит там рыбачок. Легли зато вчера. Впервые мы где-то часиков, наверное, в 10. Рано. Классно. Море манящее, восхитительное и классное. Потому что доброе, бодрое, прекрасное утро должно начинаться именно так. На Косуму это мой единственный заезд. На что и так сюда не подъехать. Пляжи все перекрыты. По тем моментам, которые, я думаю, вы все понимаете. Но зато при этом море чистейшее и красивейшее. Хочется еще прокатиться дальше на запад Крыма. Но есть шанс, что мы сегодня и сейчас прям соберемся. Уедем в Анапу. Это, может быть, последний видеосюжет из Крыма, который я записываю. Ну так жизнь иногда складывается. Блин, хочется очки идти, чтобы солнце поворачиваешься, не слепило. Глазка устает очень сильно от него. Сейчас оно только набирает свою силу. Ну, буквально через минут 20 оно будет так жарить. Оттуда видим горы в тумане. Там находится у нас Севастополь. Красавец. Берегов и Евпатоги. Доброго, бодрого и классного вам всем во все ваши города. Оксане, спасибо тебе большое за кофе. Утром он там восхитительный. Наслаждением, видами, морем. Море единственное, не слышно. Больше слышно было дорогу. Но она практически молчала ночью. Уезжаем из этого пляжика. Людей здесь стало больше. С утра приехали. Ставить себе палаточки. После себя, как всегда, чистота и красота. И сонная Оксана. Доброе утро. Доброе, бодрое. Казантип, ребята. В мечтах там было побывать. Когда он работал. Сейчас, конечно же, просто посмотрим, если нас туда пропустят. Что там. Поехали. Западное побережье Крыма. Начинаем. Я сегодня с утра искупался. Водичка теплая, хорошая, классная. Ты купалась с утра? Почему? Я встала. Доброе утро. Доброе. И в Патторию проезжаем, ребятки, по пути нашего исследования. Ночью, конечно, было громко, но вроде бы. Город продолжает жить, несмотря ни на что, на все эти перипетии. Но прям в палаточке мы это слышали. Канонада, которая звучала, по-моему, штуки три, да, было? Да. Клопка ночью. Да. Стоишь, если мы здесь сейчас помним. Да. Такие дела, друзья. У меня отобрали кепку, отдали свою панамку. Прячемся в машине от солнышка. Настроение отличнейшее. И проезжаем, в принципе, город довольно-таки быстро. Повезло, нигде не стали на ЖД-переезде. Только вот с пляжей, когда выезжали, там единственный попал. Все строится, развивается, как и должно быть. Почти тридцатка, ребят, она в кофте. Это моя температура. После тридцати я жить начинаю. До тридцати мы холодно. А Танчик заправимся, кофеечек возьмем. В общем, такое красивое. Это на выезд DC в Паттаре. По бинтикам и кофе можно посмотреть, че по чем. И наливаем себе самый вкусный кофе. В такую, как у нашего президента, кружечку. Или стаканчик. Как его правильно назвать, так и называйте. Папы. Оксана в шоке от туалета. Там шикарный туалет. Разделение для мамы-ридонка. Для детей, для женщин, для мужчин. Еще пол космический подсвечен. Прикиньте. Так еще есть маленькие детали. Знаете, обычно где мыло капает, там оно капает на стол или на пол. А там дыберка. Отверстие. Отверстие. Понимаете? И полотенца приятные. Они очень быстро впитывают. Типа надо маленький кулачок, чтобы твои мокрые руки впитались. Я предлагаю, давай здесь поставим палатку. Детские площадки, подкачка шин, колес, водички можно подлить. В общем, тут довольно-таки интересно, клево и классно. Эти заправки. У нас ситуация произошла. Мне залили чужой бензин. Пришлось ходить второй раз открывать лечок. Ну, кое-как заставил ребят забрать эти деньги, которые мне залили. Вместо 1600 хотели продать бензин за 600 рублей. То есть, я не хочу никому быть должен. Сейчас в розыск в Крыму меня подадут о том, что тут украл на Тане бензина. Ну, его, как говорится, нафиг. Чужие деньги до добра не доводят. В общем, двигаемся. Штормовое. Жди нас Евпатория. Давай, до свидания. Тут проехали чуть дальше. И тут самое главное, что я нашел, это самса на дороге. Ребятки, сейчас будем кушать. Хочем показать, как она выглядит. Красота. С чем есть? У меня с курицей, а с говядиной. Курица и говядиной. Я буду точно с говядиной, ты, наверное, с курицей, да? Сто процентов. Две штучки нам, пожалуйста. Ой, какой аромат пошел. Я не знаю, я просто обожаю вот именно этот момент. Смотрите, сейчас будет красота. Достается прям. Говядину острую. А курицу не острую. То есть еще вот такой выбор. То есть даже четыре разных. Так, самсу другой прикол. Мне ее пытались на 100 рублей дешевле продать. В общем, короче, какая-то пруха пошла в Крыму. Бензин бесплатно на 1000 здесь на 100 рублей. Я считаю, половина скидка за две самсы. А вообще самса 150 с говядиной и 130 стоимость с курицей. Самсу будем есть вот с таким прекрасным видом на этот вагончик и маковое поле. В тенечке самое главное. Горячая. Уф, да? Так, непонятно. Он сказал, этот вагончик. Сделан. Ах, 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 ах. Уф, прям кипяточек. У меня остренькая, с говядинкой. Это будет вкусно. Я с курицей не остраю. Во многих местах кушал, но почему-то вот придорожная именно самая крутая. Не сильно горячая? Не горячая. Очень. Не обратишься. Вот такая кухня такая клевая. У меня остренькая, лук, специи. Кайф. Он все равно не острый, но с курочкой. И как тебе на вкус? Ну, я только тесто пока что ем. Ну, как тесто? Вкусно. Это хорошо? Угу. Это было очень вкусно. У Оксаны пока только половинка. Она ест аккуратно. У меня тут сейчас во все стороны летела. В общем, не кушайте самцу. Машинник очень сочный, мощный, губы горят. Если вы не любите острые, не берите острые. Советую. Как вы поняли, мне самца зашла. Оксана еще чуть-чуть из маленькой бутылочки попить. Как тебе? Мне тоже зашла. Все понравилось? Угу. В комментариях в телеграмму, на который я вам советую подписаться, я за русские поиски. Либо есть ссылочка в описании, либо Мориос набирайте. Собака, Мориос, подписывайтесь. Уже пишут, потому что много вопросов к повару, к ее качеству. Ну, самца была вкусная, а там дальше по нам посмотрим. Если я куда-то бегу, и Оксана снимает сзади, а ржет, значит самца была плохая. Мы повернули на штормовой. Здесь, конечно, под вопросом. Потому что в интернете пишется, что пляжи перекрыты. Ну, посмотрим, как говорится, своими глазами. Если закрыто, то снимать не буду. Но, как минимум, мы пытались. Широка страна моя родная. Сколько в ней полей и стране нет. А там тоже злоб находится, с правой стороны. И вот оно, штормовой, ребята, перед нашими взорами. С правой стороны здесь коса, которая в Поповку ведет. Раньше я по ней проезжал. И дальше там был Казанти. И озеро тоже. То есть, грязючка. И насколько я помню, там может покупаться. Но здесь мне пляж очень понравился, штормовой. Он мне чем-то очень сильно наш Анамский, Витисевский пляж напомнил. Судя по тому, что здесь как-то пустовато, походу, все-таки на пляж мы не попадем. И на косу тоже. Штормовой, здравствуй. Просто сегодня уже на календаре 10 июня 2024 года. Не знаю, когда это видео выйдет, но как сами видите, все замерло. Ждет все-таки мирного времени. Ну, самое важное, ребятки, тротуары делаются, благоустройство происходит, штормовое. Я думаю, будет ждать своих гостей. Вот такое здание красивое появилось. И здесь аллея прям посредине поселочка, которая ведет, конечно же, к морюшку. Горечки закрыты, туристов нет. Тишина. Ну, майки растут. Ну, так, в принципе, все чисто. Это школа. Школа, гимназия даже, если быть правильно. Рыночки тоже никто ничего не продает. День добрый, а скажите, а тут к морю можно подъехать? Не, уже нельзя. В Мирном только. Только в Мирном. И на косу не выехать, перекрыто, да? Здесь? Да. Ну, я не местный, но здесь, да, здесь все перекрыто. Понял, спасибо. А вы издя, отсюда местные ездят, я знаю, просто на Мирнинскую косу купаться. А, то есть туда только, да? Понял, спасибо большое. Нам тут парень, вот как сказал, что местные катаются только на Мирнинскую косу. Вот так, смотрите, уборочка. Чистота, красота. Город, конечно, с радостью ждет своих туристов, но все закрыто, и их тут нету. Попробуем сами доехать, глянем хотя бы глазком одним. Там такие пляжики в штормовом. Как грустно, что если я их не увижу. Думаю, тут бы стояла тысяча и одна машина, потому что это все отели, гостиницы. Но их сейчас тут нет. Эх, время такое. Вон оно уже, море буквально за этими гостиницами. Ну, хоть одним глазиком взглянуть на озеро. И отсюда на Поповку. Вон оно там. О, кстати, шторм века, я смотрю, здесь как бы деловку он отворил тоже. Зонки валяются аж здесь. Девчины в купальниках пошли, значит искупаться даже получится. Готовимся. Конечно, из-за такого количества туристов маленького ничем не работает. Но люди есть, на море ходят туда-сюда. Это самое главное. Пирожок, пироженка. Эх. Пироженка. Ну что, пошли к морю дельфинчиками. Кашу, а не кафе. Ты что? Это все ребятки пишут. Люди разговорчивают, самое главное. Говорят, водичка нормальная, купаться можно. Единственный открытый ларек, как бы не работает. Вот такая панорама. Суши, роллы, пляжик впереди для нас. Открыть это самое главное. Улица набережная 2. Майами бич. Смотрим, тут дельфинчики. Ты понимаешь, тут центральный пляж, что трактор работает, будут как-то в порядок приводить. О, слушай, если даже водичка работает, я к айфону, а ну протестируй. Даже водичка работает, ребята. Это штормовое, это центр у нас. Там душевая есть тоже, как понимаете, бесплатно. Чуть-чуть тетрайдеры мешают. Это, как говорится, мелочи жизни. То, как сейчас видео отдыхает. Лежаки не вижу, кто сдает. Ну, походу, бесплатно. Да, это волнорезы. Вообще. Я сам удивлен, красота. Больше всего интересно, как тут море выглядит. Море вообще кайфовое. Красота. Возле моря 25,2. Вот море, когда далеко отходили, там температура была у нас 30 градусов. Что там, не градусник? Не хватит нормы работать. Минус 14 показывает. Это глюки вот после утопления. Водичка, по ощущениям, довольно-таки прохладненькая. Вот, как говорится, мелочи жизни. Зато чистая. Классная. Ну, водоросли чуть-чуть присутствуют. Они, так сказать, держатся за песочек. И красота. Попробуем все-таки поймать температуру воды. Какая она вот. 22,4 опустилась. Выглядит, конечно, вот так вот на берегу. Прикольно ребята играют в волейбол. Другие купаются. Ну, я был здесь, когда волнение моря было. Сейчас, конечно, оно вообще тут просто волшебное. Круто. Молюшко 24 градуса. Видите, как удобно. Можно маечку повесить. Прям отдыха не хочу называется. Блин, вот трейдер, это, конечно, пушка. Пойду я купаться. Как и раньше, все-таки в штормовом получится искупаться. Ребята, водичка, как снизал, солнце выходит выше, а с хищной он вообще прозраще. 24 градуса. Самый опасный хищник, который сейчас есть здесь на пляже, это вот этот храбище. Как он? Таких боишься, нет? Видите, он если клацнет, то это будет прям печально. У насильный хрешник. Печально, да? Да. Я давно таких больших песчаных не встречал. Тут пришел, сразу их там два было. И тут, знаете, все, вы все отсюда взял, откуда взял. Все, рука, отпустим его. А мне потрогать? Мы раков кусали, это краба. Крабы тоже вкусные, но в этих, честно, тут клешни, то есть особо нечего есть. Раньше мы их ведрами, ну не мы, старшие ребята ловили ведрами и ели, то есть крупных крабов. Сейчас они большая редкость, поэтому их надо беречь и отпускать. Да, он их ест. Сейчас на тебя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, я имею его, да, я, он такой классный. Вот только так, как я держу. Ну, максимум за вот эти вот можно брать. Ну, нет, вот ты держи, я как бы хочу просто посмотреть. Он такой зелененький, но он становится красненьким, когда его варят. Пуки-пуки, какой ты миляс, миляс. Миляс, миляс. О, там, походу, тоже, смотри, поймали. Да, увидели, что я поймал, и давай все охотятся на крабов. Так, краб, простите. Да, не причем. Конечно, песчаные. И прикинь, прошлый год никто не купался здесь, то есть. То, что было так много крабов? Да, из-за крабов никто не купался. Реально, ты шутишь? Конечно, шучу. Крайне просто пляжики, на которых можно было бы купаться. Но, к сожалению, время такое, что приходится их оборонять и защищать. Мы тебя отпускаем. Спасибо за фотосессию. Смотри. Ты нападал! Ты нападал! Ты нападал! Третьего раунда Слушай, он тебе какой-то запрещен Он вышел, он до ума Нет Ты из предпоследовала Ты реально не упадал? Нет, он большинство Ну это там, стойкий Стой второй вариант, он не бедал И да, я не знаю, что это Это последний большинский не считает Ну и хочется вам показать Какая тут водища, ребята Она просто официально чистая Да ну вас! Он прыгает, пытается Дуть С escrito Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой, так не рассказывай Субтитры сделал DimaTorzok 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 Клежечки было, знаете, все-таки не бесплатные Или за какую-то денежку Песочек сохранялся Есть еще и ногомоечки Попойте ко мне Один и второй Тогда песок остается на пляже Ну, это тогда холодно есть Ну конечно, оно же из крана Да, тут можно вообще Тоже купальники не надевать И так скажу, кто отдыхает здесь В общем, столовая пока не работает Никто не в курсе о том, что штормовое вообще в принципе открытое. Мы так случайно сюда первыми ласточками залетели. Вот так бывает в жизни. Я думаю, что это видео надо будет первым монтировать и выпускать. Фантастико. Ребята, приезжайте в штормовое отдыхать. Вот, кстати, вот до сюда доезжают на машинах. Просто надо знать все пути подъезда. Мы в начале этого рынка припарковались. Ты кайфанула? Вот по-честному скажи. По-честному кайфанула. Море. Сервис. Еще осталось здесь сейчас что-нибудь где-нибудь покушать. и вообще будет огонь. Одно из любимейших мест. Казалось бы, да? Виды тут не айс, конечно, но как бы пляж вообще идеальный. Если мы покупать приехали, то он, мне кажется, не зайдет. А представь на эту косу, вот то, что я тебе рассказывал про которую я мечтал бы с палаточкой поставить. Ну, представьте-то одно, но это максимум, что я сейчас могу представить. Столовая кафе, кафе-столовая с жюльпочкой и парикмахерская. Массаж тоже здесь был. Пойдем глянем. Я бы в парикмахерскую сходил. Короче, походу мы наедлись. Тут что-то ничего не понятно, куда идти. Везде все закрыто. Не подстричься, не поесть. Но местный житель сказал, что вот марафет какой-то на уголке, и там могут подстричь. Все, ребятки, мы летим дальше в мирный. Телеграме уже нам вовсю пишут о том, что там вообще как на Мальдивах песок. Ну, там коса с обоих сторон до озера Дунус-Вакс просто восхитительно. Я ее помню. Хочется, конечно, попасть на нынешний Z-City, бывший Казантик, посмотреть эти сооружения. Я там бывал, но Оксана не была. Она тоже хочет проникнуться этой обстановочкой. Вообще было, конечно, круто там по косе проехать возле этого озера с правой стороны. Ну, а так он находится порядочком. Буквально чуть-чуть. И мы подъезжаем мирный, а перед ним на Поповку поворот. Сначала на Поповку заедем. Вот отсюда красиво видно и косу, и озеро. Заезжаем, друзья, в Поповку. Прям даже интересно, можно или нет здесь доехать до моря. С правой стороны легенда Крыма. Поповка. Указатель, по крайней мере, работает. Но все пусто. Опять зомби-апокалипсис. Никого, нигде, ничего нет. А вот вам, пожалуйста, как умирают поселочки без отдыхающих. Мощное развитие этому поселочку дал именно Казантип, который здесь проходил много-много лет. Сейчас же, конечно, здесь все замерло. В ожидании того, чтобы в дальнейшем все заработало. Будем надеяться верить в это. Так, видите, тут все не работает. Вообще ни одного человека. Одному финну нам пока встретилось. Поехали налево. Поворачивать. Не помню, когда я приезжал в первый раз, были ли здесь такие тротуары и асфальт. Прямо красиво все сделано. Теперь мы с той стороны видим уже штормовое. Озеро вот это. И дальше туда проезд, по идее, должен быть. Ну и вот он впереди. Нынешний Зайц-сити, бывший Казантип. Интересно, на него территорию сейчас зайти возможно или нет. Казантип, ребята, хоть он находится рядышком с нами, показывать не буду. Военный, так сказать, охраняемый очень сильно объект сейчас, как и все тут побережье. Рад, что мы хотя бы там где-то искупались. В море с военными пообщался. Я говорю, так понимаю, даже не фоткаться на фоне буквы Z. Он говорит, нет. Я говорю, ну ладно, тогда. Поехали-ка мить дальше. Мирное, говорят, что на косу можно выехать. И надеюсь, что мы там и поесть найдем. Раз это коса официально там и все местные. Даже когда был закрыт штормовой, туда ездили на море. Думаю, там инфраструктура будет получше. Но так, Z-City, мы тебя опять видели. Пускай хотя бы из забора. Оксана вообще прибор строилась, но очень хотела территорию пощупать, так сказать. Будет скоро мирное время. Обязательно, я думаю, побываем еще здесь. С левой стороны мирный. Прямо рядышком с Поповкой и находится. Поехали на мирные Мальдивы. Когда едешь по Трыму, такие маленькие домики везде, вот поэтому с западного тут бац, мирный везжаешь. Я впервые был очень прям удивлен. Там геодромные дома, церковь на входе. Но потом ты проезжаешь и видишь вот этот вот самолетище и понимаешь, что за город перед тобой. Рассказывать ничего не буду. Потому что вам это не особо надо. Тем, кому надо, тебе и так все знают, что у нас такое. Красавица. Все равно можно увидеть, насколько здесь город живой. Водичка, заправка кондиционеров. Тут вот. Что-то тоже есть. Тут Оксана видела шашлычный дворик. Ух ты. Что-то такое тоже красивое, интересное сделано. Как минимум угли здесь продают и работает заведение. Сейчас мы туда и пойдем. Прикольно, да? Психодел такой немножко. Особенно со слонами, стоящими на задних ножках. Смотрится прям прикольно. Качельки посидеть. Это, я понял, что какая-то центровая территория. Дальше там развлечения. Детский игровой комплекс находится. Очень красиво. Шашлычный дворик. Значит, нам надо тут поесть шашлыка. Есть такие эксклюзивные места, где посидеть вдвоем. Значит, вообще какой-то фонтан, проход. Шайфово. Рыбки. И дальше вот детский игровой комплекс. Даже устрицы есть, ребята. Вот он, пожалуйста. По ценникам я уже посмотрел. Заведение довольно-таки недорого. Может, их все сами увидите. Я вам сейчас так, так сказать, покажу. Допустим, янтыки. Я буду брать с творогом зеленью за 180 рублей за штучку. Здесь салатики. Вот возьмем, допустим, восточный цезарь. 250 за 500. Цезарь с семгой за 700 рублей. Летний за 250-150 грамм. То есть, если возьмем в холодной закуске овощная тарелка, здесь стоит 350 грамм, 350 рублей. Как бы легкий бульон, первое блюдо, 300 рублей. Если, допустим, шурпа берем, то 400. Я буду, наверное, лагман из южной муки с пряностями за 400 рублей. Плов по-самаркандски. Здесь 400 за 250 грамм. Хинкали. Ну, я думаю, что вы все, в принципе, разглядите сами. Ну, я еще думаю попробовать взять шашлык из свинины за 350 рублей 100 грамм. Хотя бы грамм. Да или не буду. Не, не хочу шашлык, честно, на самом деле. Ну, по ценам, я думаю, вам все видно. Я хочу еще, наверное, хачпури по-аджарски. Вот у меня сегодня много мучного, но зато порой дегустирую. Кофеечек. Тебе две чашки дают? Ну, нет. Ну, да, получается. Я не против. Я просто заказал один чашка, кстати. Можно шапочкой снять. Мне просто прическа мой не нравится. А нам принесли две. Какой-то я сгоревший копченый. Юрий Копченый приветствует вас. Десерты. Здесь у нас напитки разные фреши. Вот, америка на 150 рублей. Вот, ну, две чашечки прилетели. Холодные напитки с соки ричи. Тоже, думаю, что видите. Пиво на разлив крымское можно. 250 рублей за 200 грамм. Ну, как бы дороговато. Ну, хотя, честно, я пивная тарелка. Это закуски к пиву по таким ценам. Живые устрицы. Одна штука 300 рублей. Ну, честно, устрицы есть, но я что-то не хочу. Чувствую, опять рубля на два тут похудеем. Ну, как бы это наш выбор. Потому что салат с семгой 700 рублей стоит. И окрошка 350. А тут Оксана себе взяла на 1050. Плюс 150 кофе. Плюс 350 пива. Слушай, девушка, вы мне дорого обходитесь. Почему? Ну, прям вот, я сам в шоке. То есть 1000 рублей. А еще пиво, кофе? Кофе вообще-то твой. А, то есть, поэтому это не считается, да? Я что-то не понимаю. Я тоже. Пойду я пересяду за другой стол. А у меня лагман за 400. Взял хачпури по-джарски за 350. Ну, и кофеечек. Все, у меня вот так вот. Вот такая вот вкуснота, красота. Это салатик великолепный. За 700 рублей. Сезарь семлей. Настолько зашло прям. Смотри, какие тут прям кусочки все. Отлично. Приятного тебе аппетита. Спасибо. Хочешь попробовать? Нет. Пробуем. Бульон вкусный, насыщенный. Мясо тоже классно разваливается. Прямо крайнее блюдо. Ох, слушайте, оно прям только приготовлено. Это кайф. А мне попробовать надо? Конечно. Мне такое мясо. Тесто вкусное. Сыр везде. Кайфово? Нет. И хорошо. Окошечку еще бы. Салат, я смотрю, прям вообще хорошо зашел, да? С голодухи после доширака прям вообще отлично. Да, ты был прав. Не хватит только салат. Это будет сейчас видео от первого лица. Жизнь, сволочь. Окошка с копченой курицей. Вкусно? Угу. Это самое главное. Приятного аппетита. Ребята, по лагману могу сказать, ну, там было написано, что это лапша будет пшеничная, то есть не ручного приготовления. Это минус лично для меня, потому что в Крыму я уже ел вкусный лагман. И ни в одном месте, где была чистая ручная работа лапша. Потом картофель добавлен. Ну, это тоже для удешевления портил лагмана делать. Ну, либо у кого-то такая рецептура. Буду за это наезжать. Ну, бульон, овощи все остальные. Да и лапша тоже сварена. Все идеально, вкусно и классно. Удовольствие получил, но не аутентичный рецепт. Это единственное, что могу сказать. Теперь осталось на тут пробраться на моря. И все будет хорошо, дорогие друзья. Ну, все говорят, что двигаться туда. Там вроде как пускают на море. Вот по правой стороне проезжаем озеро Донуслав. Там мега кайтеров, но не сейчас. Я думаю, что пока катания нельзя. Потому что, в принципе, никаких катеров, развлечений на воде в Крыму вообще, в принципе, нет. Вот отсюда видно, с правой стороны, на южной косе озера Донуслав, раскинулся кооператив Рыбацкий. Ну, по факту, это отели-гостиницы, которые сдают номера людям, которые приезжают здесь, отдыхают. С левой стороны здесь, перед миром, тоже большое количество гостиниц. Но перед ними, по-моему, отдых невозможен. На пляже там перекрыто. По крайней мере, то, что я вижу, могу вам в этом сказать. Здесь стоят машинки прям возле берега моря. И тут вот жилье, милье предлагают вам. И вижу, что дальше еще машина двигается. Но вот здесь есть даже подъезд. Заезжаем. Предлагают, разумеете, устрицы объявлением. И тут, слушайте, прям как видите, зила. Прямо доезжать будем до Дюн. Песок здесь беленький и привлекательный. Первый выезд на пляж. Говорят, что еще туда дальше. Гостиницы Кристи, где там аттракционы, шашлыки, кафешки. Все есть. Но нам это не особо интересно. Как бы, может быть, пройдем дальше, потом покажем. И вот они вам, крымские Мальдивы. Белый песок. Машинки. Вот машинки. Вот море. Те, кто совсем напрягается ходить до моря, выезжают прям на пляж. Но я бы этого не делал. Зачем? Это мне непонятно. Ну, как тебе такое место для ночевки? Мне нравится. Очень круто. Давай. Вот уже покидают море. Белый песочек. Ну, тут, честно, растения и колючка верблюжья. Все совпадает с нашими витязевскими. Единственное, у нас вот такого, не помню, видел, не видел. Еще такое розовое тут растет. Прикольное. Тут офигенно. Мы остаемся здесь. Все, остаемся тут жить? Ну, тут остаемся. А до этих отельчиков мы, ну, пешочком дойдем. Посмотрим, да, что там. Ты посмотри на цвет моря, я не знаю, конечно. Тебе видно? Видно. Ай, кайфы. Просто. Фантастика. Ну, и вот береговая линия, да? То есть, вот машинка там, палатка тут. Кайфуй, отдыхай. Только единственное, что тут ни одной палатки нет. Но говорят, что туда дальше, ребятки, стоят. Подходим еще ближе. Прям кайф. Идеально. Нет, не понимаю, не на песке, которая в воде. Вот видишь, с левой стороны, вот вообще кристально чистое море, белое. Пойдем там, где чисто. И вон туда тоже чисто. Но я думаю, пойдем... Туда. Туда, пойдем. Ну, давай, туда. Чил. Я тебя жалею, что у нас зонтика нет. Но мы взяли с собой, найденный вновь, давным-давно на пляже. Навесик. Надеюсь, что у нас получится его собрать. Оксана, не ходят по морю с таким недовольным лицом, особенно по такому. Пожаршиеся туристы ходят. Я понял. Я на хорошее место выбрал. Тут, как раз, еще девчонки есть. Он специально это сделал. Что? Он специально выбрал место, где сидят красивые девушки. Тебе кажется? Мне не классится. Девушки не могут быть некрасивыми. Ну, не знаю, как это, комментировать, не комментировать. Ну, вот такое вот море. Вот такой вот берег. И вот такой вот пляж. Мне говорят, езжать дальше в Черноморске. Но что-то мне уже как-то туда, на Тартанкут, не особо хочется. Я не думаю, что меня Оленевка там чем-то удивит. Это что такое? Ты улетаешь? Наконец-то, слушай. Пока. Тут есть с кем оставаться. Оксана пошел купаться. Ребятки, я когда-то давным-давно на пляже нашел такую вещь. Она немножко, конечно, порвана. Там вот на ушки некоторые оторваны. Веревочек не хватает. Но вот смотрите, что получилось. Я ее с собой возил очень много лет. Может быть, это вы ее не выкинули, а потеряли. Пишите, отдам обратно. В общем, я убрал ее как мусор. Потом смотрю, вроде целая. И вот впервые, по-моему, через два года я ее собрал попробовать. Что это такое? Вещь просто восхитительная. То есть можно в ней лежать, кайфовать, наслаждаться. Я сейчас думаю, почему ее раньше не собирали? Такая прикольная, классная тема. Тенечек там внутри. Единственное, надо почувствовать, как там жаричка, не жаричка. Я вообще видел, которые ребята на пляже раскладывают. У них там сеточка снизу, окошки открываются. То есть еще больше всяких наворотов. Ну, тоже неплохо. Попробуем, протестируем. Ну, Оксана собралась купаться в море. Говорит, пойдем со мной, пойдем со мной. Ну, пойдем. Коль зовешь. Пиди меня. Я наряду не буду. Хорошо. А помыть голову можно съездить обратно на пляж штормовый. Ну, как вариант на халяву взять, пойти в душ сходить. Там вот, да, бегит. Вот есть тут какие-то там водоросли под берегом. Ну, море-то нормально, живое. То есть чуть-чуть камушки еще. Встречаются раньше. У нас тоже камушка было много. Сейчас все выгребли. Осталось только песок и чуть-чуть ракушки. Ой, да ладно тебе? Так, я не знаю, как-то комментировать, не комментировать. Ну, всем, кто отдыхает так, хорошего отдыха. У нас сегодня, в принципе, тоже с видео присылали видео о том, что там водичка чистейшая. Ну, тут тоже хорошо, чем искать. На пляж 3 до 1 месяца было. Подъехать не можно прям легко. Посмотрю, конечно, как тут вечером было. Много ли людей или нет. Ну, коса очень большая. Кидай! Крем-медузы вместе навсегда. Я прошу всю поездку, снимал вот все те поселки, которые находятся с той стороны. Ну, ну, взвал там Белялс и косы заезжали. Снимал, докуда было можно. И поселки, которые расположены до мыса Тарханкут, всего заповедника. Дома такие интересные, там места для отдыха. Сложные, доступные, конечно, с пляжами. Наверное, в ту сторону самое крутое для отдыха это следующая Оленевка находится. Вот куда, возможно, мы еще доедем в наших видеоприключениях. То, что сегодня наблюдаю, поселок Мирный, Штормовое. Это, конечно, крутяк. Ну, по крайней мере, нам точно повезло. Вы пишите, как вы отдыхали здесь. Какое море там бывало. Ну что, тут завидки берут. У нас где-то классный газ на море. Микамирская офигенная водичка. Ты готова нырять? А, ты не ныряешь, ладно. Я нырять буду, ладно. Давай, на счет 3, ты готова? Прожди, прожди. Ты что отгромняешься? Ай-яй-яй. Готова? А ты готов? Я всегда готов. Ну, давай. Раз. Два. Один. Два. 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 В Инфе Давай, пойдем Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь людей много В общем мирное время Возможно мы такими пустыми эти пляжи уже не увидим Сейчас это просто космос Еще одни люди уходят И вот этот берег чисто наш В общем что то мы сейчас впереди нашли прикольное интересное и классное Ну издали было прям вообще очково подходить но это какой то бакен сорвало То есть корабельный, который в море показывает там глубины и так далее. Это не что-то другое. В общем, не переживайте. Ну и хорошо, что это не ракета, да? Мы подходим, тут вот, знаете, все закрыто, территория, тут бац, и пляж работает. Как так, да? Выглядит это, конечно, просто огонь. И здесь все закрыто, один пляж работает. Я ни на что говорить не намекаю, но вопрос у меня все-таки возникает. Пойдем попробуем водички здесь купить. Слушайте, Кристи называется этот отель, который договорился. Самое интересное, вот эта вот качелька для людей с высокими ногами, я так ее назову. Вот так пляж открывается, работает. Раздевалочки есть? Пойдемте попробуем мороженое пить, взять. Дальше там еще какой-то бар есть. Один шаг, сотка, два, сто, восемь, два, сто, пятьдесят. Ну, немножко, американская за сотку, американская за 120. Укру, с кого-то же вкусная, бандельевская, по 150. Котели по 200, есть и пивас. Ну, это такой чаковский 60 класс, пиво по сотке. За соточкой сделали большой объемчик кофе, а у него 200 коктейль. Как тебе коктейль? Мяу? Мяу. Девочки, спасибо большуще на этой точке, в пляж Кристи. И идем дальше гулять. Тут уже ребята собирают кучу бунгало. Ну, тут пляж прикольный, море чистое. Ну, единственное, я говорю, то есть, когда мужчина рассказывал, он говорит, ну, так же, говорит, как так. У них там все работает, а у остальных все закрыто. В тот момент, когда я говорю, ты подключился и договорился. В самом-то деле, много там вопросов, как бы, к тем вопросам или вопросам у этих вопросов. Хочется, чтобы у нас были системы, которые мониторят хотя бы Черное море, чтобы по ним передвижение без нашего ведома было невозможно. Даже комара какого-нибудь. Надеюсь, мы к этому придем. Я раньше считал, что все именно так, что у нас стоят радарами. Говорят, ну, что-то, наверное, не так, как я считал. Зашли мы дальше, чуть-чуть отходим от этого пляжа. Там тоже семья одна сидит. Слышь, ну, отдых прям такой вот, ты один и чистое море, получается. Те, кто хотят, они кучкуются. У нас это просто садный эффект тоже присутствует, как на центральных пляжах. Его не объяснить, просто люди любят, когда рядом кто-то есть. Вот, машины стоят прям сверху, и мы, как всегда, видим. То есть, сюда подъезжает, там, автодом чей-то припакован. Тут, ну, я, наверное, думаю, каждому свой отдых. И вот туда дальше, там вообще прям на берегу машины стоят. Зайдем тоже посмотрим, как это выглядит. Куча отдыха на этой косе. Прям места много. Дай я так поделюсь просто. Усну. Девчонки, не пейте на пляже. Прям перебрали, походу, майоц. Люди поближе подъезжают на машинах, заставляются и отдыхают прям у берега моря. Хотя, ну, клянусь, я не понимаю вот этого отдыха, когда машина стоит прям на берегу. Вот там вот, за дюнами, как мы там оставили, и все идеально. Ну, к сожалению, все как есть, вам показываю. Там целый палаточный городок аж стоит. Я думаю, это большая компания приехала и отдыхает. Тут крымская забава, смотрю, играет ребята. Откидывая теми самыми медузами. Ну, и вот поближе подошел. Тут у них прям такие кровати натянутые. Слушайте, я такие даже в продаже не видел. Тут повыше лежать надо посмотреть. Мне прям нравится. Зонтик такой мощный. Отдых 300% это было, называл. Количество людей на таких пляжах. И здесь смотрю, как бы территория заканчивается уже. И, походу, дальше не особо можно проходить. Но хотя там люди есть, наверное, еще прогуляемся. Хотелось просто увидеть сам, что он называл. Ну, пока тишина. Тут рыбак пытает свое счастье. Ну, дай бог ему повезет. Ну, и санаторий еще имеется. Уходим сюда. Тут, видите, ребятки стоят. В деревьях. То есть, такой большой кемпинг. Местечко. Море вроде бы недалеко. Но людей здесь приличные, я бы сказал. Отдыхает. Все равно. Кто-то вот просто без деревьев спереди стоит. Но тогда нам даже нет смысла сюда выезжать. Там ребятки все дерево нашли. Еще местечек таких много, на самом деле. Где-то встать за кустами. Надо ли оно нам? Не надо. Ну, как минимум вам можно показать. Там полянка, здесь полянка. Здесь ребята даже мотоцикл дотолкали. Чего же говорить про наши машинки. Тоже, смотрите, крутое местечко. Прям приезжай, стой, наслаждайся. Ну, веток шумноватый. Во! Идеальная полянка. Окси, смотри, что нашел я. Прям супер мир. Ну, до моря далеко. Вообще места здесь прям классные даже. Веток очень много. Главное, чтобы никто не спалил. Я так понимаю, что здесь можно стоять совершенно бесплатно. То есть такой вот кемпинг в конце косы. Поэтому хочешь, приезжай, наслаждаясь. Вон море. Пять машин. Красота, ребятки. Мы мусор выкидываем. Только мусор уже далеко. Тащили за собой, но нашли и выкинули. Посмотрите на ее серьезное лицо, с каким она это все делает. Ну, дальше вдоль гостиницы чуть-чуть можно прогуляться туда, в сторону нашей машинки. Итак, ребятки. Вот даже оттуда там потом территория идет закрытая перед самим горлом. И вот они все. Гостиницы, гостиницы, гостиницы. Но вообще это типа как рыбацкий кооператив. По этим документам находится. По факту гостиница. Всегда вопрос стоит так. Ребром. Куда стекает вода сточная от них? И все. Других вопросов нет. Так стоять не мешает. Но главное, чтобы они такие места и такое море, такое озеро не засоряли. Потому что многие даже в том озере просто купаются. Там сразу глубина идет большая. И рыбалкой занимаются. Подводной, обычной. Круто. Вот они отели. Несколько рядов. Что-то не успели достроить. Я думаю, что прямо расстраиваются. Тут такой продам. Гидроциклы. Даже такие вот маленькие есть. А, это не маленькие. Он такой. То есть на нем на ногах катаешься. Это чисто трюковые. Вот само озеро Донзлав. Они такие красивые и интересные. Ребята, тупая. Вот она мне запомнилась тем, что тут много рыбоков было разных. И вот такая вот красота. У нас все передаем друг другу. Ну, реально, домашний бассейн. Смотрите. Рыбка сошеная. И здесь, смотрите, как она резкая глубина уходит. Аж до того, что ее не видно. И вот рыба пошла. Ну, что-то, мне кажется, как будто меньше стало. Раньше больше было. Так круто. Осенье у нас осуществляется. Да? Ну, все, страх и риск. Говорится, бизнес идет, да. Отели работают. Люди по членуечку отдыхают. Тебе понравилось, да? Угу. Ну, а что снялся у него бочки? Хотя бы тут. С одной стороны море, с другой стороны озеро, да? С другой стороны озера, да? Согласен. Номера сдаются. Если что, кому интересно, звоните. Хотите отдыхать здесь. Вот, пожалуйста, вам вид в ту сторону. Тут асфальт уже пошел. Пылить никто не будет. Курортный комплекс «Санрайз» называется. То есть кто-то вообще кусок гаражного кооператива выкупил. И не побоялся его назвать курортным комплексом «Санрайз». Вот так вот выглядит в этом курортном комплексе. Тоже выход до Нузлаву. Здесь два бассейна. И что, круто. Смотрите. Мне прям очень нравится. Смотрим на то, как это все выглядит. И выход к морю. Прикольно. И здесь вот такие вот пуфики. И типа свой пляж тоже есть. Круто. Слушайте. Мне как минимум нравится. И такая пляжная территория. Красота. Ну, вот так вот выглядят септики. Хорошо, по идее, сделанные. Чтобы никуда ничего не стекало. Дай бог, как бы. Чтобы просто приезжали, откачивали. И все это как-то к этому комплексу «Санрайз» уходят. Ну, есть вот такие просто, знаете, генеральские дачи. Ну, просто чей-то домик на море. Я бы так назвал. Ну, вот это больше на гостинице похоже. Кстати, подходим к тому месту, где гостиница единственная работает. И их пляж там существует. Во всю. Здесь стиль уже. Вон, ребята, в аэрохоккее рубятся. То есть тут вовсю вся инфраструктура. Открывается этот пляж. Как раз таки перед. Фристайл-отель. Всякие рыбки холодненько. Рыбка по 90 рублей. Это у меня стаканчик. Там тоже видно. В области 950 рублей. Это мяско есть. Ценое, пожалуйста. Куга 320. Куга 350. Кулачок 320. Разнообразные с сады. Сады это, что-то, 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 что-то подписано. Ну, видите, там вдалеке тот самый пляжик. И здесь инфраструктура подтягивается. А туда еще покаянется. К сожалению, тоже подковочная зона была. Там фруктовые все-то работают. Кстати, вот, что нам надо. Ну, просто все. Пошел в магазинчик. Магазин с 8 до 23. И тут вот тоже гаражные корпоративы. По-моему, большущий. Вот такой. Мы думали, что еще не работает. Но хотя полки не все полные. По мороженку по ценнику можете посмотреть. Ну, плюс-минус везде одинаково. По-моему, 70 рублей светоисточник стоит. Полтора литра. И 125, если вот такой с ягодами, допустим, взять. То есть, ну, в принципе, плюс-минус цены, я думаю, на еду, фрукты, воду одинаково. Тема в том, что тут, короче, второй раз покупали кефир маленький. Нам одного хватит, может, два. И такой стоимостью. Вот, по 65 рублей, что-то есть. Кефир 2,5, 900 грамм, 120. То есть, такой большой кефир, 120 рублей. Да любой бери, что хочешь, не все равно. Просто он цененый корот. Ну, шите ручкой себе. Видео будет. Хорошая работа, девочка. Так, девчули сказали, что подпишутся, подписались. Спасибо им большое. Ну, как гадость, да? О, шифр. Тенгур чай по 80, тенгур по 195. Нормально. Такая гадость, конечно. Вот эта? Зачем тебе, я что? Ну, дела. Ну, значит, да весь. 75 макокосов, 5, ну, крымский. Так, все, мы двигаемся дальше. Для клиентов по почте не ставить. Ну, как минимум. Магазины есть. Гаражи тут всякие разнообразные есть. И вот такие места. Ну, хоть здесь покусь, а туда иди пешком. Так как к Сайгар через эти плавни. Я бы назвал. И все. Кайфуем. А то никого вокруг нету. А у нас машина стоит еще. Вау. Куда далеко. Проходим дальше. Здесь кооператив гаражный. На каждом гаражном здесь навесы, ребята, красят. Вот эти, конечно, самозахватные территории. Типа подпаковки. Короче, здесь называется. Там построил, захватил, сюда принес. Еще дальше захватил. В общем, вопрос к администрации этих районов. Да коли. Ну, так, в принципе, какие-то узенькие проходы в решетке есть тут. Типа, что и туда не ходить. Это тоже все наше. Это все мое родное. Всех люблю на свете. Это родина моя. Вот так вот это звучит и называется. Хотя, может, я ошибаюсь. Может, идти участки проданы. Они считают муниципалку с этой стороны, приезжающую территорию своей. Поэтому там ее так облагораживают. В общем, надо кадрастры изучать. Ну, вот это все застроено оперативом на озере Дуныслав. Южная сторона, южная коса. Смотрите. Тут даже вагуна, бар, номера, кальяны, диско, пляж, шашлыки. Все, что хочешь, дорогая, будет у тебя. Только приходи сюда и наслаждайся. В общем, ну, тут, в принципе, нельзя сказать, чтобы все в одном типе. Но тип такой, что стоят многоэтажные гаражи, типа лодочные. Ну, это гостиницы. И с той стороны озеро Дуныслав. Сюда находится море. Вот в таком формате это все работает. Местами асфальт, местами он кончается. Пыль начинается. И люди сюда едут на отдых. Мы же должны как-то отдохнуть здесь бесплатно в палатке. Ну, нафиг. Тут кто-то даже в баню свою поставил. Будем банные услуги делать. Все как и все. Сдаются номера. Ну, и здесь отдыхают, наверное, вот. Больше местные люди. 198 мрг, и вон две тачки стоят. Морская, 42Б. Да, вот, бесплатную рекламу. Можно набирать телефон. Звоните, если что, ребята. Вдруг ищите отдых на озеро Дону Звад. И что, мы вернулись обратно к машине. И что-то пока шли, думаем, не закончится ли нам начало путешествие, да? Да. То есть пора уже, как бы, и честь, возможно, знать. Ну, стоим, думаем пока. Стоим по-любому отсюда будем готовить. Уже взяли там еду. Но, может быть, сегодня на ночь уже не останемся. В общем, пойдем пока покупаемся в море. Еще время есть до заката. Будем принимать решение. Ну, и самое интересное, не свистнули ли нашу эту фигню? Да, я же про нее забыла. Ты красотка. Там полотенце, подарок, ты что?